Здравствуйте, друзья. Житель Оренбурга делает чиновникам, которые занимаются показухой, последнее предупреждение. После чего, говорит, мы возьмем зазовилы. Я заработал эти деньги, сам построил. И тем, что я строил, только экономику поднимаю региона, понимаете? И не надо мне, я налоги плачу все. За заработанные деньги заплачу. За то, что построил, заплачу налоги. Сейчас вы мне говорите, если ты там не прописан, ты никто. А я потерял за всю жизнь, работал, и этот котел, потерял теперь все. А МЧС ничего не делает. Они сидят там, пирожки кушают. А здесь по телевизору красивые картинки показывают, что они работают. Ни хуй они не работают. Я вам еще раз говорю, я еще раз говорю, не доводите дало, народ. На вилы поднимем всех, б***ь. Я вам еще раз говорю, не доводите дало. Вас красиво по телевизору показывали. МЧС работает, пирожки развозят, воду развозят. Ни хрена ничего не развозят. Ни хрена. Так же будет с выплатами, люди. Так же будет с выплатами. Во Владимире местный житель устал уже что-либо доказывать и объяснять, а молча бросил несколько коктейлей Молотова в здание администрации. Чел кидает Молотова в Белый дом. Смотри, смотри, смотри. Вон пацан туда закинул в окно. Посмотрите, как Кабаева дрессирует молодых российских гимнасток. Пальцами щелкает, как кнутом. Я тебя не пугаю. Значит, если ты сейчас еще раз вот так выйдешь и сделаешь мне прогон, я лично сейчас с тобой пойду, соберу у тебя сумки и поедешь домой. Ты меня поняла? Останься, останься. Стой, стой. Останься, посмотри, как другие дети работают. Сядь сюда. У муженька, у муженька научилась. Вот так Путин, сидя в подземном бункере на совещании, пальцем показывает Герасимову и Шойгу, сколько россиян отправлять на убой надо. На нас вообще никто не смотрит, как на людей. Просто всем на нас наплевать не обращались. До того, как нас затопило. Службы спасения говорили, что нас затопят, что затор на льду. Никто ничего не сделал. Мы никому не нужны, и все мы делаем собственными силами. Мы уж на войне, а я с детьми осталась на улице. Когда нас не потеряла дом. Цены на ладу в апреле. Воздуха наберите. Ребят, я в шоке. Зашел в один из автосалонов самарских. Сейчас я вам скажу, за сколько реально купить Гранту Спорт. В автосалоне, но не у официального дилера. Такая стоит миллион семьсот седан. Гранта Спорт Лифтбэк стоит миллион семьсот в белом цвете. Веста Кросс седан два триста стоит. Комплектация не максимальная. Такая Веста стоит миллион семьсот. Универсал тоже комплектация не максимальная. Обратите внимание. Такая Веста стоит на сорок тысяч дешевле. Миллион семьсот можно брать. К осени уже миллион девятьсот будет. Обстановка в Белгороде. Губернатор сказал, трактор импортный. Трактор дорогой. Трактор беречь надо. Люди, люди в касках 1941 года походят. Космонавт, который 24 года не может спуститься с орбиты. Смелая женщина, встая на Красной площади, передает привет главе СБУ Малюку и говорит спасибо за уничтоженный Черноморский флот и нефтеперерабатывающие заводы. Здравствуйте. Сегодня 11 апреля. Я на Красной площади. Сегодня замечательный день. И я хочу, Василий Васильевич Малюк, вам сказать большую благодарность за наш Черноморский флот, за нашу нефтянку. Не злитесь на нас. И приезжайте почаще. Спасибо вам большое. Попросили почаще. Значит, будет почаще. Друзья, в том числе благодаря интернет-магазину Гордоншоп мы уже закупили для фронта около 100 дронов DJI Mavic 3Flymore Combo, которые уже крушат и громят русских фашистов. Интернет-магазин Гордоншоп – это все связанное со мной. И мои книжки, и конфеты птичье молоко Гордон в шоколаде, и носки, и зефир Гордон, и черный шоколад, и вот такие кружки, и вот такие шарфики, береги кадык, и даже вот такие подушки. Много чего, что связано со мной. Приходите в Гордоншоп, покупайте мой мерч и приближайте Победу Украины. В Екатеринбурге водитель и организатор лотереи выиграл квартиру. Говорит, все честно, никакого мошенничества. Повезло. Вот здесь располагается такая небольшая фотозона, где можно пофотографироваться. Поздравляем. Спасибо. Поздравляем. Сань, а ты че какой-то зажатый, а? Улыбнись хотя бы. Ну, ты же квартиру выиграл. Александр, мы знаем, где вы работаете. Скажите о вас. Не, нельзя говорить. Нет, нет, ты че? Ты че? Вы так не договаривались. Такого нельзя говорить-то. Как это? На камеру сказать, что я водителем организатора лотерея работаю. Нет. Вас не обвиняют в том, что по знакомству получили? Нет. Вообще так позвонили. Все совпало? Повезло? Нет, так совпало. Так совпало, сказал Саня. И отвел глаза вверх. Новосибирская область. Герои СВО ночью топором разбили его белую ладу. Меня хромово оставили без машины. Не знаю, что делать. Я сам после тяжелого ранения. Мне три конечности переломало. Одна нога до сих пор зажить не может. Жалуется военный преступник. Санкт-Петербург. Построенный Уралвагонзаводом трамвай, оснащенный системой искусственного интеллекта. Въехал в толпу пешеходов. Искусственный интеллект быстренько посчитал, сколько стоят новые импортные тормозные колодки. Сколько стоит жизнь человека в России. И даже не попробовал притормозить. Школьный стадион, которому всего два года. Вот наша боль. Школьный стадион. Что творится. Весь пластик сломан на крышах на этих. Все в грязи. После вечерних тут посиделок подростков. И все это никто не убирает. Никому не надо. Я не знаю, куда смотрит директор школы, как дети тут занимаются спортом. Это просто хлев. А не школьный стадион, как это назвать. Смотрите, какая тут красота. И все это валяется месяцами, неделями. Не убирается ничего. Вот здесь занимаются, приходят, играют дети. Ну и взрослые. Мы вот занимаемся спортом. Таких условий. Это другой ракурс. С другой стороны. Сбольного поля. Тоже все завалено мусором. Все. Кристиану Роналду, скорее всего, набросал. Вот специально для обманутого россиянина. Это вот стройматериал. Цемент, щепень, песок, доски. Вот еще доски. И так вот на протяжении всей набережной восстанавливают набережную, восстанавливают покрытие после зубких штормов в Одессе. Вот ребята поработали и ушли домой. Оставили стройматериалы. Пожалуйста. На два дня выходных водители придут, продолжат работу. И, понимаете, все это останется на месте. Мне интересно, сколько бы и так вот это стройматериал простояли в России? Сколько бы простояли в России? Не знаю. Минут, может, 15. Ну, пожалуйста. Продолжение следует...